Девушки отдыхают И сегодня мы как раз завтрак и будем готовить И это какой-то особенный завтрак, который имеет отношение к твоей романтической истории Ну, это не только как снеданок, это блюдо И в принципе оно достаточно звичайно для наших широт Это сырники, но сырники с начинкой черного шоколада Сырники – одна из самых широких и любимых нам страв Адже они полезны, быстрые в приготовлении, вкусные и идеально подходят к снеданку За легендой, сыр появился в Древнем Риме Благодаря арабийскому купцу, который как-то в далеку подорож Взял с собой вместе с ежей горшок молока И когда он решил повечерить, выявилось, что молоко через пеку скисло И перетворилось на сыроводку и сыр Купец поделился своим открытям, и страва припала всем до смаку Оттуда сыр стал очень популярным А через то, что у него довольно невеликий строк придатности, або он не зипсувался Люди начали готовить из него ризноманитные стравы Одна из которых – сырники Тож сегодня своим рецептом сырников с шоколадом Поделится наивидомший украинский богатир, чемпион света Сергей Кунишок Он доведет, что умеет не только носить женщин на руках Что уже доводил в наши студии А и способен удивлять прекрасную половину людства романтичным снеданком Мы с удовольствием научимся Давай, что делать Нам для этого нужно 600 грамм сыра с нежиренного Это же фитнес-снеданок И мы будем начинять черным шоколадом Стром можно, в принципе, есть все Так что немного шоколада не завалит Нам нужно 600 грамм с нежиренного творога Ну, насколько я понимаю, в принципе, ты сам можешь съесть 600 граммов обезжиренного творога с утра Ну, в принципе, деколи бывает Знаешь, такую ностальгию згадую те часы, когда я еще занимался пауэрліфтингом И мы ездили всей киевской сборной командой на змагание И когда мы приходили на будь-який прием ежи Мы завжди замовляли собі полный стіл Змагание начиналось с того, кто больше съесть И мы наедались до такого ступеня, что не могли выйти зі стола И потом реактивно выделялся серотонин И я очень любил эти моменты И сколько ты съедал, например, творожка в этот момент? Но мог после такой достаточно потужной вечери еще съесть 5 сырников точно Сегодня мы не будем вот так 5 сырников? Да я сама могу съесть 5 сырников в любое время дня и ночи Или они будут вот такие? Надя, но сегодня и посмотрим, как ты будешь съесть мои сырники Окей, нам еще нужно для сырников манка 150 грамм Это просто для того, чтобы и творог съесть, и ману кашу Если дитина не ест ни у творога, ни ману кашу, можно ее привчити за рахунок сырников Какой ребенок? Ну, желательно, чтобы был свой Так я и спрашиваю, у тебя есть? Нет, у меня нет Добавляем, добавляем одно яйцо Это экстракт ванилина, нужно добавить пару крапель Раз, два, три Вот, берем 100 грамм цукру Все высыпаем Так, то есть сахар, в принципе, тебе можно Не, это же я для тебя делаю сегодня А мне можно, конечно, че же Поправляйся, Надя 150 грамм борошна Отже, мы взбиваем Ну, как мы взбиваем? На самом деле, наша кухонная машина, как всегда, помогает нам и делает все за нас Но в какой ситуации все-таки ты для своей девушки приготовил эти сырники впервые? Колись я пожертвовал с того, как моя девушка приготовила мне сырники Вона мне зарадила тем, что я ничего не вартий и ничего не могу сделать лучше за нею Так И мне довелося все-таки довести ей зворотня Я зайшов в интернет Побачив рецепт сырников, который меня зацикавил тем, что он был нашпигован этим черным шоколадом Деколька проб сделал самотушки, все съел, был насыщенный и через неделю у нас был романтичный сніданок Отже, мы смешали наше тесто И можем вынимать Смотрите, какое тесто Беремо в руки наше тесто Насыщаем его шматочком черного шоколада Целый кусочек сразу положил И накрыв еще додатково еще одну порцию сырника Теперь мы готовим вот такой шарик Есть, конечно, маленькие женские секреты, но зачем они вам, мужчинам? Какие? Ну, чтобы тесто вот не прилипало, есть две возможности Можно слегка мукой или слегка водой Могу показать Давай Зараз нам потребно еще его валять в пластивцах Итак, дивись, мы его полностью огуртаем в пластивцах Я трохи приплюсну Окей, все, мой готовый И твий будет тоже поруч Мы разогреваем То есть сковорода должна быть горячая, правильно? Конечно, для того, чтобы оно шпарчало и парило Какое масло используем? Звучайно оливьем Но ты все правильно сделал Прежде чем угостить свою любимую, ты неделю ел сырники сам Ну и как вот Наталье понравилось? Ну, я думаю, что ей просто, знаешь, процесс подобался Кстати, ты такой большой Для тебя же тоже действует правило, что в день необходимо выпивать вот эти вот заветные полтора-два литра жидкости Или у тебя какие-то другие? Для меня как раз три литра рядины Потому что классический, классический такой стандарт Треба выпивать 30 грамм на килограмм тела Якщо я ввожу 110 килограмм, то я 3300 То есть такая трехлитровая банка и еще полный стакан И я хочу наголосить на том, что рядиною не вважается пивом А как ты думаешь, может быть, достаточно уже нам сырников? Да, да, да А чего вы? Сырники пошли уже в сковородку Еще одна оригинальная идея для этих сырников То, что их мы обваляли не в муке, как вы заметили Не в панировочных сухарях, как я иногда делаю А в овсяных клопьях, они же сами по себе полезны Я скажу, что это вообще комплексный такой снеданок Тут и манка, тут и яйца, тут и сыр, тут и пластивцы Вы видите, что он делает? Аккуратненький Ты знаешь, кто самый аккуратный повар вот здесь у меня на кухне? Эктор Хименас, браво! И вот ты пришел и у тебя тоже А знаешь почему? Потому что я все за тебя сделала Нет, конечно Нет, на самом деле это, ну, настолько вот меня впечатлило, что ты так аккуратненько-аккуратненько Ты во всем любишь такой порядок? Так, если честно, я люблю порядок И я такой продуманный Все делаю за планом Просто я очень экономлю свой час Пока я готовлю снеданок, я розмиркованный тем, что я сегодня в Дину И потом, когда вдягаюсь, я думаю, что мне первое нужно сделать О, Боже! А когда же ты отдыхаешь, Сергей? Ты все время думаешь и думаешь Но для того я и думаю, чтобы не напрягать, знаешь Так, мы сейчас посмотрим, что есть сырники уже не подгорели Нет, как раз можем перегорнуть Ну, несмотря на то, на каком полуме, на каком скорости готовятся сырники Можем выбирать, ну, приблизно 2-3 минуты на каждом боце Отже, у нас практически сырники готовы Будем выкладывать Очень красиво, между прочим В принципе, и недолго готовить Дуже быстро, но приготовить страву – это певдила Главное – ее засервировать И тут же начинается настоящий талант декораторам У нас будет французский ресторан? Конечно, да А, да, тогда по одному сырнику Спасибо Всегда мечтала побывать во Франции И вот Бонжур Языками владеете? Потипа Потипа – это чуть-чуть? Ничего себе, я тоже, оказывается, французский понимаю А у нас по три сырники Навіть не буде бики Сказал такое А ты когда-нибудь на улице дрался? Було и таке Але, звичайно, еще в молодости Бедный старикашка Сколько тебе было лет? Много, сударь, много Восемнадцать Так, мы декоруем Мьятую Кстати, вот это вот момент уже завершающий, да? Я уверена, что все мужчины, которые видели, как Сергей Конюшок сегодня готовил на нашей кухне Сложное блюдо, сырники, между прочим, не просто, а шоколадной начинкой Поняли, что когда придет 8 марта, вы можете прямо с утра приготовить такой романтичный завтрак своей любимой Слушай, но тебе живет, кроме силача и красавца, еще и художник Это красиво Может быть натхнение, может быть, Надя, ты в меня надыхаешь Как вариант На какие-то новые завершения Может, такие уже романтичные спогади нахлынули на меня Ну что, подимемся, в какой консистенции у нас шоколад Да, это очень интересно Ой О, красота, растаялка Для того, чтобы приготовить сырники с шоколадом в панировке из овсяных хлопьев Нам понадобится творог, яйцо, мука, манка, сахар, ванилин, шоколад и овсяные хлопья Смешать творог, яйцо, сахар, манку, муку и ванилин Вымесить тесто Из теста сформировать лепешку, положить внутрь кусочек черного шоколада Накрыть сверху еще одной творожной лепешкой и сформировать сырник Сырники обвалять в овсяных хлопьях И обжарить сковородки на растительном масле до золотистой корочки с обеих сторон Подавать сырники, украсив вишнями и мятой Сегодня на нашей кухне Как пример всем мужчинам, которые хотят сделать своим любимым сюрприз на 8 марта Сергей Конюшок приготовил фирменные сырники Да, Сереж, я говорю фирменные, потому что ты просто виртуозно их приготовил Спасибо тебе на добром условии Но это было не так же и сложно приготовить на твоей кухне эти виртуозные сырники И это очень важно, потому что вы, мужчины, тоже сможете это сделать И когда я вижу что-то такое вкусное и аппетитное, как эти сырники, мне хочется кофе Можно на снеданок немного выпить каву А есть ли у тебя, Сергей, блюдо, которое самое любимое, которое больше всего ты любишь? Больше всего я люблю мясо Потому что тебе нужно есть его или потому что ты любишь? Ну, знаешь, насправде, я дуже люблю шашлык с яловочиной и аджарский хачапури Но, согласись, кофе и мясо это как-то не очень А вот кофе и сырники это замечательно Я б ще додавал Кава, сырники, ранок и пости Ммм, какое сочетание Нес кафе, пробудись для життя Ну что, будем их куштовать? Обязательно Ну, во-первых, я уже вижу, как это красиво внутри, поэтому я тоже так начну Чтобы сразу с шоколадом Эти сырники имеют совершенно иной вкус, чем те традиционные, которые я пробовала до этого Может быть, все дело в шоколаде, а может быть, все дело в тебе И поскольку это блюдо у нас получилось практически праздничным, скоро же 8 марта Может быть, ты хочешь пожелать что-то нашим зрительницам и моим гостям, всем женщинам, которые сейчас тебя видят? А ты знаешь, Надя, действительно, я хочу побожать нашим любимым женщинам, чтобы они, звичайно, мали гарную физическую форму, завжди выглядали неперевершенно И чтобы ваши мужики радовали вас, что снеданку, что ранку, с лякими, с забавками, не только в выгляде сырников О, спасибо И я вам искренне желаю, мужчины, чтобы вы для своих женщин не только в международный женский день делали приятные сюрпризы Спасибо, что пришел ко мне в гости Спасибо Спасибо